всем привет сегодня хочу рассказать про баню на каком этапе настройки выглядит она примерно вот так вот он не примерно точно мы начнем с веранды летом и здесь уже тусили барная стоечка здесь слишком немножко завалила и заказывали в мебельном цеху я не помню из какого материала здесь вот такие крепления для усиления плюс еще штыри оттуда вставляли со стороны столбов обшили веранду просто купили доску сухую строганную высотой сотка толщиной два сантиметра когда во-первых не обшиты была веранда здесь была очень ветреная вообще думаем невозможно наверно где нельзя было здесь просто элементарным вот так вот маринкой вдвоем обшили и симпатично и как бы здесь вообще не продувается все комфортно осенью мы здесь сидели все нормально потолок недоделанный но как недоделанный мы еще не знаем во первых чем мы будем обшивать или вообще такой дизайн здесь пара изоляции двойная сначала белый идет как в основной бане и сверху черная еще неизвестно какой будет ну чистовое покрытие потолка не знаем еще не определились но тут вот двойной свой пароизоляции и там утеплитель наверху вот пока так потом на веранде полы это палубная доска из лиственницы покупали ее два года назад мы у нас уже здесь мы застелили уже как два года ее вело крутила мы ее уже перекручивали поменяли и саморезы сначала делали скрытый крепеж чтобы не было ни болтов не саморезов ты чё пес вот ее начала она начала сохнуть я начал крутить винтом гнуть крепеж потом короче мы от этого ушли полностью разобрали весь пол и уже перекрутили как сейчас есть сверлили это саморезы определенной длины что-то были покороче здесь толщина три с половиной сантиметра доска а саморезы были шестерка это шляпки отрывала и периодически я в августе где-то там сентябре все равно перекручивал их потому что выгибает и отрывает саморезы это то что касается пола на веранде окна пластиковые двухкамерные вот это окно 2 на 2 шину ширину 2 и высоту 2 а то сейчас я зайду в баню покажу 3 на 2 но она побольше изначально это было запланировано у нас потому что ну во первых чтобы больше света было в бане ну и комфортно сидишь отдыхаешь смотришь в окошечке веранду когда делали соответственно сначала сначала поставили брус потом уже веранду пристраивали крыши не было и соответственно здесь вот у нас я вот не знаю правильно у меня реализовано или нет короче когда струб садится ну соответственно и вот эта часть веранды но тоже же будет садиться и внизу каждого столба есть регулировочные винты чтобы подкручивать по мере усадки но я много раз видел после того как мы уже все это сделали ребята ставят вот здесь вот эти регулировочные болты и вот не знаю как правильно так или так но у меня короче внизу они здесь вот столбами ну вот под пол где стал бы кончается у там не вот эти регулировочные винты их уложу опускал потому что все равно баня села уже прошло четыре года с момента фундамента и установки сруба и дверь это вообще отдельная история дверь тоже она двухкамерная соответственно вот так вот у нас падает снежок с крыши бывает хорошо что он там не задерживается дверь двухкамерная вроде все хорошо но сначала это мой замок уже поменяли в процессе эксплуатации вот замок в процессе эксплуатации мы уже поменяли сначала заказывали дверь здесь была вот такой одинарный замок и все закрылся и все и вот такие вот щели сейчас я покажу вот одинарный замок был закрылся и вот сверху и снизу подходила изнутри все это очень сильно продувалась и мы потом решили сделать замок уже сверху ну так упорами короче решили поставить замок с верхними упорами когда на улице был мороз здесь вот все вы не было ну и дать здесь холодный воздух проступал езде вот а сейчас сейчас видно будет как она более плотно на еще пока вышли на улицу отдельный разговор по поводу крыши мансардная крыша такая она чуть подороже было по проекту крыша планировать двухскатная но человек знакомый у кого точно такая же баня по тем же параметрам размером из такого же бруса она посоветовал по его черчежам сделать а мансардную крышу мы в принципе подумали не особо это чуть-чуть подороже чем обычная но зато наверху будет очень много пространства свободного вот так вот она выглядит это наверху вообще просто место очень много большая огромная комната 11 метров сейчас я покажу где-то мне черчеж по моему еще остался в гараже с размерами по нему мы ее собирать чуть-чуть там подкорректировали часе сейчас я покажу вот он он еще тут с момента так и висит с момента когда мы собирали крышу все балки все у меня уже было напилено ребят ребята на станке мне в цеху все напилили все по размерам все стропила и надо было собирать только конструктор я узнавал по поводу работы неудобно тут разговаривать сейчас сядем и внутри там если это расскажу вот так вот она выглядит издалека все стропильной системы была на напилена в размер по чертежам все и мы собирали вдвоем с другом я потому что узнавал у многих там сколько стоит и ну поставить крышу там накрыть по тем временам это что-то года два назад кто 300 там заряжал кто 250 кто 350 ну тип все там пилить все сложно а как бы у нас уже все было готово все в размерах нужны уголки были все куб было куплено просто нужно ставить все на место уровень и все друг другу скручивать как конструктор и мы вдвоем столяном всю стропильную систему собрали где-то дней за пять на этом и не с утра до вечера там а где-то с обеда потому что у то у него работа то у меня и как бы мы вдвоем принципе все крышу все целиком все стропильную систему собрали а потом еще до и двоих человек знакомый тоже там бах по поводу кровли потому что ну высоко например страшно было там но и потом уже более-менее привык когда там все собирал ну там доделали по мелочи а вот еще короче четвером мы листы уже затаскали наверх их крепили и на все про все где-то у нас ушло ну дней на 8 не 8 или 9 и все крыша была готова ну естественно и затраты были вообще минимальные но если только на материал который уже был все куплено это как мы брали железо на маяке это на кирова у нас самолитом это на я не знаю как на посчитали мы все размеры сказали все нам посчитали все мы оплатили и получилось что у нас на 4 листа больше осталось короче они там где-то за дом лежат не знаю для чего не пригодятся нет ну короче остались они да еще забыл я сказать по поводу кресел вот этих по поводу забыл сказать по поводу кресла вот этих на которых сидит сейчас код все время это них сидит это барные стулья это где-то заказывал маринка я даже не в курсе даже не знаю почем они ну короче они очень удобные они регулируются вверх-вниз но здесь за когда летом снега не да даже зимой мы вот здесь летом но даже зимой когда жарим шашлык на них периодически там что-то делаем что-то едим закусываем или там но разные вещи очень удобно ну а летом вообще обалденно или за барной стоечкой сидишь пока тут шашлык жарится или еще чего-нибудь или короче в бассейне купаешься стульев нас 4 среди вечеринка 46 человек кто-то здесь на веранде ходит кто-то вообще возле мангала стоит не сидит ни хера вот сидит тусит вот так вот и вот плиточку приобрели вот такую вот она подмёрзла немножко она 15 на 60 на 50 на 60 вот рифленая чтобы не скользить на ней не дай бог после бани ты выбежишь и тройной толпу исполнишь пока до бассейна бежишь купнуться ну или вообще там неважно просто выйти здесь на всю баню на весь пол везде будет одинаковая на что в парилке что мойки там что в туалете что вот в комнате отжига но или комнате отдыха как многие называют комнату отжига еще плюс запас плитки она будет вот так вот пилиться типа на бордюрчик шалили как это правильно называется типа бордюрчика но это уже мы посмотрим уже по месту когда будем уложить плитку пока не знаю потому что полы мне залили сейчас я скажу 2 декабря сейчас у нас 7 8 февраля плюс они месяц сохли это кое-где кое-где еще то ли это мокнет из-под бруса то ли просто еще не высохли потому что теплый пол внутри идет где-то 10 сантиментов и над края здесь вот углы еще вот видно и просохли может быть кто-то влага из угла то ли он продуваем и потому что я их буду все зарезать и конопатить когда только включили полы был сильный мороз в некоторых местах в углах просто упала влага где-то и не где-то чё-то и вот я решил что каждый угол буду вскрывать конопатить или шнур вела термо ложить типа делать теплый шов потому что почти в каждом углу где-то периодически были вот такие моменты не мог ли видать сквозняк где-то потому что я думаю что брус не особо плотно потому что я вот парной вскрывал углы фрезой и там некоторых местах щели были аж отвертка лезла ну в любом оттуда значит проступает влага ветер там с этим есть фотки по моему видео ставлю вид эти кадры где я уже взрезал угол и вообще как там все это выглядит бою меня на отоплении у меня здесь везде теплые полы электрические по моему корейского производства excel pipe называется да изначально было запланировано что мы будем делать именно теплые полы электрические я сюда не буду не вести не газ не отопление от домового котла короче все вот эти вот заморочки сложности потом еще на который нужен проект или еще что-то как бы определились чтобы теплые электрические полы короче выбрали производителя приобрели как раз до подорожания прям в том году до подорожания а через неделю короче не взлетели там процентов на 30 на слава богу нету не электрокотла ничего просто трубка пвх внутри гели и нить самый нагревательный элемент управляется они вообще просто вот я сейчас покажу тот пес тут вообще сидит тоже любопытно вот сейчас у меня датчик по полу стоит 18 градусов вот они остывают до определенного момента потом включается и выключается мы по минимуму но правда я бы не сказал что экономично на улице минус 5 здесь вот у нас 10 7 градусов вот портутному тоже примерно также 11 градусов важность влажность 63 у нас один контур здесь вот в комнате отдыха и один контур вот здесь помывочный здесь чуть потеплее но здесь и контур поменьше сама как бы само помещение небольшое но довольно-то тепло тем более мы же здесь не постоянно есть там захотим запустить или еще чего-нибудь или там ну посидеть потому что мы иногда периодически здесь сидим серик сюда припер поставил как купил коронштейн поставил телевизор и нёс xbox когда тут нас кальянчик мы сидим немножко там болтаем пока баба не еще не сдана здесь иногда периодически тусим если там надо чтобы теплее то просто прибавил прямо на терморегуляторе сколько нужно и то есть тут будет теплее гораздо короче доходило до 18 градусов но если затапливаешь печку то тут вообще короче вообще очень жарко 20 лишним там проходит на что двери нету не в парную не умойку и соответственно здесь все еще быстро нагревается и очень тепло становится так что мы вот убавили ты бы лично улице потеплело и мы убавили полы и маринка говорит потому что что-то не не особо такие экономичные как говорили изначально я в месяц не помню она вечет там в 97 учета 7 или 9 тысячи рублей заплатить за электричество ну как то так да еще и не сказал по поводу регулирует терморегуляторов на для теплых полов они подключаются к интернету и скачивается приложение в телефон можно управлять через телефонами там например захотел в четверг или где-то там дома или еще что-то ты собрался в баню прибавил температуру чтобы здесь было тепло особенно если это зимний период все приехал уже подготовленного забрался найти вот тут уже более тепло поводу электрики электрику мы сюда все завели но пока не раскидали не развели чем где будет потому что мы еще пока с маленькой не распланировать ну примерно наброски есть у нас на листочке чего где будет где какие розетки выключатели где там всякие разные моменты электрические но с электриком еще не встречались еще этот момент не обговаривали вот но основа я сюда уже заведена кабель уже зашел я сейчас покажу где все это заходит все заходит у нас с улицы это где-то вот в этом районе вдоль труб все электрика проходит вот здесь щиток у нас высоковато но ничего можно достать здесь сюда приходит три фазы вот выключатель это основной рубили пока на одну розетку я вот она и от нее короче удлинители полы короче от этой розетки все запитана от основной у меня но тут запас мощности позволяет тут примерно по расчетам где-то на 15 киловатт максимальной нагрузки что и полы и все у нас в принципе все запасом и вай фай мы тоже сюда кабель интернета провели а дома на дом только соединить и все здесь будет тоже интернет проводной как бы все заранее там все подготавливали нагрузку рассчитывали потому что серега кулаев электрик у меня друга он составлял список но больше расчеты и что именно будет здесь потому что мы планируем здесь кухню сейчас я покажу вот в этом месте вот вот в этом месте по всю длину тут будет шкаф и внутри встроенная кухня вот уже кухне готов бочонок и уголь мясо тут не хватает серега спрашивал ну какие нагрузки будут что там будет так как у нас газа нету если будет и плитка хотя бы минимум двухкомфорочная вытяжка посудомоечную машину все равно какие-то розетки на чайник электрический или еще что-то плюс телевизора будет сто процентов уже есть вытяжка на кухню ну и плюс еще вентиляция в самой бане не сейчас мы вернемся потому что у меня вообще по вентиляции столько вопросов а если не вообще нихеря не шарю весь интернет что-то листаю не пойму чем и нужно и как сделать так что если что по поводу вентиляции посоветуйте или пришлите подскажите там в комментариях напишите здесь умоечный будет бойлерах который будет греть горячую воду водонагреватель я не знаю только насколько настоль на 120 литров примерно чтобы было комфортно помыться попарился там сплотнулся ну мало ли так что это мы сделали все щиток все запасом станет только добавить автоматов все распределить уже по местам в баню пойдет 12 вольт через маленький там из формата для безопасности да еще не сказал самое главное что у меня баня из профилированного бруса 150 высотой на 90 шириной так вот 90 так 150 утепляется внутри снаружи не планирую потому что я думаю что толщина принципе достаточно и тем более баня на постоянном отоплении но а внутри отделаться будет или вагонкой там или ну скорее всего вагонкой только я не знаю по какой рисунок и как будем делать но в любом случае что она вся будет внутри отделаться не будет от такой вот брус так вот не будет оставляться то есть по любому будет контррейка там брусок иeds в загонку еще час то есть отделка в любом случае будет но тамrent в даже мороз без отопления было где-то минус 30-35, ничего не промерзало нигде. Были только вот места в углах, кое-где там внизу, а вот чтобы сами стены, самый брус ни в коем случае не промерзал. Снаружи баня обработана гидромаслом цвет темный дуб, какой-то импортный, то ли итальянский, то ли испанский, я не помню. Внутри то же самое, только цвет сосна, она желтизной, хотя у нас баня срубленная тоже из сосны, по-моему, и мы обработали. Но прежде чем мы внутри обрабатывать гидромаслом, мы его прошли специальной жидкостью, типа, который грибок там убивает всякую темную полесень, там, я не знаю. Потолок толщиной утеплитель 150, разложенный в шахматном порядке. Покупался толщиной 50 в упаковках и 100 миллиметров. Название название Rockwell Rockwell White Bites. Каменная вата, там, перемешку с какой-то фигней, я точно не вспомню. У меня на крыше еще остались упаковки, с ним могу, если интересно, там вообще по поводу крыши могу все показать, отдельно туда залезть, если интересно будет, как стропильная система установлена, как ППУ у меня, как дымоход выходит там все, то есть могу показать, как все собрано и, соответственно, показать утепля, как все что там, у меня, в каком процессе вообще все как на крыше устроено. Здесь пароизоляция белая, разложили пароизоляцию и протягивали рейки, ну, или прикручивали, не знаю, как правильно сказать. Мы думали, что здесь пока будет, ну, потом будет натяжной потолок, как бы не стали широкие ставить доски, а поставили вот такие лызенькие, думали, натяжной потолок натянем и все, я готов со светильниками. Ну, короче, получилось как-то так, получилось. Вот еще и вообще неизвестно, что будет с потолком и что наверху нам. Но факт в том, что толщина утеплителя 150, он разложен в шахматном порядке, но промерзаний пока я не видел в потолке, в крыше, чтобы или конденсат, или еще что-то. Остальное я покажу в следующем видео. А то и так видео получилось слишком затянутое, рассказывать еще много. Если есть у кого какие вопросы, пишите, расскажу подробнее, покажу. Ну все, всем пока.